Доброго всем дня, точнее утро, или смотря кто, когда проснулся. Итак, я вам расскажу немножечко Оксомарине. Я надеюсь, второй докладчик не будет на меня сильно обижаться, если что-то расскажу, что будет в его докладе. Давайте немножечко поотвечаем на вопросы. Кто вообще работал с Оксомарином? Отлично. Вот им можно уже раздать футболки, если они есть. Есть? Отлично. Запомните их. Хорошо. Раз вы работали с Оксомарином, кто из вас сделал приложение для заказчика на Оксомарине? Нет, тут пять футболок. Это даже не футболки, это уже кружки. Если не секрет, можете поделиться впечатлениями от того, как вы с ним работали? Смотрите, по удивленным глазам это был незабываемый опыт. Сегодня, собственно, об этом и будем рассказывать. Кратенько для тех, кто не знает, что такое Оксомарин. Оксомарин – это такой нишевый продукт для тех, кто может тратить на него много денег, чтобы писать кроссплатформные разработки. Это платформа, разработанная на основе Mono. Это кроссплатформенная реализация стека .NET для написания кроссплатформных приложений. Она позиционирует себя как платформа для написания мобильных приложений в последнее время, хотя она поддерживает Windows Phone, хотя кому он нужен, Android и iOS. Но также она позволяет писать нам приложения на Windows и на Mac OS. Про Linux, скорее всего, тоже можно, но они не акцентируют совершенно на это внимание. Новостью последнего года было то, что компанию Оксомарин приобрела Microsoft, и ее развитие значительно ускорилось. Улучшилась ее поддержка со стороны Visual Studio, если кто-то пишет под Windows. Для тех, кто использует Mac, ничего в принципе не изменилось. Так что же нам дает Оксомарин? Это то, что у нас появляется возможность использовать язык C-Sharp и платформу .NET. Кто-нибудь писал на C-Sharp и использовал ли .NET? Отлично! То есть вы понимаете, что Async Await – это очень большое облегчение жизни. Вам не нужно строить городушки из коллбеков. У вас есть garbage collector, у вас есть замечательный линк. Многим разработчикам Java не хватает также лямбда выражений, анонимных функций, а у вас это все есть. Что же позволяет вам сделать Оксомарин? Это обхватить гораздо больше клиентов. То есть вместо того, что если вы умеете разрабатывать только на андроиде, вы и разрабатываете приложение только на андроиде. Чтобы разрабатывать вам приложение на iOS, вам нужно дополнительно разработать приложение на iOS и вложить в это деньги, либо найти другого разработчика и затратить, соответственно, денег на разработку двух приложений. Когда у вас есть Ксомарин, позиционируется, что вы пишете одну кодовую базу для обеих платформ. И вроде бы все хорошо. Кажется, что мы пишем один раз приложение, и расходы наши увеличиваются вдвое. Но все не так очевидно. Однако кодовая база на все платформы подразумевает то, что если у вас есть какой-то баг, вы его фиксите, вы его фиксите сразу на всех платформах. Но это также одновременно обозначает, что если вы где-то сделали баг, значит, на других платформах он тоже, скорее всего, появится. Они говорят, что они помогут вам снизить расходы на разработку. В какой-то части да. Ксомарин очень довольно специфический продукт. Если в вашем приложении очень много бизнес-логики или хотя бы значительная часть, которую вы не можете выделить в REST-сервис, Ксомарин – это то, что вам нужно. Потому что вы можете вынести как раз эту бизнес-логику в общую часть, и потом, если у вас еще и нет требований к дизайну, вы можете это написать на Ксомарин Форумс. Да, и они говорят, что на Ксомарине вы можете писать высококачественные приложения, которые будут очень напоминать нативные. Ну, собственно, мы посмотрим в конце моего доклада, насколько же они правы. Что из себя представляет платформа .NET? Ну, так как тут большинство .NET разработчиков, я не буду сильно останавливаться на этом моменте. У нас есть какие-то общие библиотеки, типа System.NET, System.io, Link, тот же самый XML, которые у нас входят в стек протоколов .NET, и у нас есть какие-то специфические API, которые используются под каждую платформу. Кто-нибудь писал под Windows Phone? Все так говорят, да. Соответственно, вы используете ту же платформу .NET, плюс API, которая позволяла вам использовать какие-то нативные функции, как доступ к сети, контакты, локальная база данных, звонки и прочие радости. Собственно, Xamarin сделали что? Они сделали обертку .NET для каждой платформы, чтобы вы, как на Windows Phone, могли использовать нативные фичи. Если кто-то писал на iOS, он, наверное, знает, что такое MapKit, UIKit, iBacon, Core Graphics и CoreMotion. Я просто не знаю, но говорят, что можно ими пользоваться. Для Android могу подтвердить, что NFC-рендеринг, использование внутренней базы данных у них реализовано как при подходе к Xamarin.Form, так и при использовании что-то наподобие нативного кода. Так как Xamarin позиционирует себя как кроссплатформную разработку и делает акцент на то, что у нас есть единая кодовая база, они предлагают несколько подходов к организации общего кода. Какие же это? Это shared project. То есть когда мы выделяем какую-то общую часть кода, которую мы кладем в отдельный тип проекта, и которая у нас не компилируется в отдельную сборку, и не подключается как библиотека, мы не создаем на нее референс. Она просто при компиляции нужного нам проекта копируется в нужный проект, и компиляция происходит уже с учетом этого. Если кто-то понял, что я сказал. И portable class libraries. С точки зрения архитектуры это гораздо более понятная для .NET вещь, когда мы просто делаем какую-то библиотеку, которая у нас компилируется и через референс и подключается к нужным нам проектам. Но не все так просто. Ну и также мы можем сделать какие-то компоненты, которые мы можем засунуть в магазин компонентов и потом еще и даже продавать. Ну это иллюстрация того, что говорил. Соответственно, это у нас для shared project. Когда мы выделяем какой-то общий код, он просто транслируется в каждый проект. И для portable class library у нас идут через референсы ссылки на это все дело. У них также есть абстракции. Как UI-ные, так и функциональные. UI-ные абстракции называются Xamarin.Forms. Xamarin.Forms. Это вы пишете что-то наподобие VPF, который у нас компилируется в нативный код, и приложение становится более-менее понятным. Это неинтересно, мы сейчас посмотрим это все все равно в действии. И что такое плагины? Плагины для Xamarin. Они написали маленькие компонентики для Newget, которые вы можете подключать. Каждый плагин будет отвечать за какой-то маленький кусочек функционала. Например, за распознавание голоса, либо для генерации голоса из текста, для камеры. Зачем это сделано? Например, чтобы использовать нативные функции в Xamarin, вам нужно разобраться, как этот компонент работает, как организовать к нему доступ, как организовать доступ взаимодействия с бизнес-логикой его. Соответственно, если вы делаете подход через использование нативного UI, вы сталкиваетесь с неочевидными косяками при разработке Xamarin, которые есть в любом программном продукте. И они попытались эту проблему решить таким образом, чтобы сделать компоненты, которые точно будут работать. Но у них есть недостаток. Они слабо кастомизированы. То есть если вам нужно сильно кастомизировать какой-то плагин, например, распознаватель звук, распознаватель текста, если вам нужно какие-то нативные фиши его использовать, то плагины вам не подойдут. Но если вам нужно, вам устроит тот функционал, который дает компонент, это значительно ускорит разработку. Что из себя представляет Xamarin.Forms? Это какой-то, как я уже говорил, это какая-то абстракция, которая потом перекомпилируется в нативный UI. Что еще интересного из плагинов? На последней конференции MSBuild, кто-нибудь смотрел MSBuild последний? Замечательно. Тогда всем остальным будет гораздо интереснее. Зачастую в бизнес-приложениях очень, допустим, для финансовых компаний очень любят выводить всякую инфографику, гистограммы, графики, прочие красивости. И Xamarin анонсировал то, что они теперь создали плагин для подключения Xamarin на такую библиотеку, как Skia. Это 2D-графический редактор. Она основана… Это векторная библиотека. Они говорят, что она поддерживает GPU-ускорение, если GPU-устройство есть в устройстве, для шейдерных эффектов и растровой графики. Полезно используют для построения простой графики, для создания 2D-игр. В основном Xamarin используется для написания бизнес-приложений, поэтому основное ее применение, скорее всего, возможно только для построения каких-то графиков и инфографики. Также они сделали плагин так называемый Urho, это 3D-библиотека, которая поддерживает также физический движок, спрайты и прочие вкусности. Хотя также у них поддерживается кокос. Если кто-то писал игры, вы могли слышать о таком игровом движке. 3D-сцена, кроссплатформенная, open-source, активно развивается. Если вам нужно будет сделать какую-то игру либо сделать какие-то крутые трехмерные графики, все же любят графики, то это ваш выбор. Они анонсировали новые два компонента. Это инспектор и workbooks. Кто-нибудь уже пробовал работать с ними, из тех, кто писал на Xamarin? Это live-кодинг-база, которая позволяет нам на лету, без перекомпиляции проекта, изменять какие-то внутренние параметры приложения. Например, у нас есть какой-то экран, на котором у нас есть отрисовка какого-то графика движения. Мы можем на лету, как с веб-инспектором в хроме, нажать кнопочку инспектора, найти этот объект и поменять у него параметры. Для отладки приложений это значительно ускоряет разработку. Workbook — это бесплатная оболочка для инспектора. Она позволяет использовать API без компиляции проекта прямо на лету. Мы сейчас все это посмотрим, и вам сразу станет понятно. Наверное, кто-то захочет этим воспользоваться. Какие есть лицензии? Про инспектор еще неочевидная вещь. Инспектор доступен только для владельцев enterprise лицензий. Workbook доступен всем. Он распространяется бесплатно. Какие же есть лицензии? Если вы используете Xamarin Studio, то он бесплатен практически для всего, какое бы приложение вы ни писали. Но если вы поймете Visual Studio, у вас есть дополнительные ограничения. Скорее всего, как программисту вам это не особо важно. Потому что обычно кто-нибудь занимается дистрибьюцией приложений отдельно. Какие есть ресурсы? С чего начать? Во-первых, это официальный сайт Xamarin, естественно. Он у них был давно, на нем уже очень много курсов, очень много мануалов. Конечно, многого не хватает, но Stack Overflow никто не отменял. Есть ресурс-девелопер Xamarin.com, есть также их фирменный курс на EDX.org. Он, кстати, бесплатный. И, соответственно, есть всякие Stack Overflow. На Xamarin.com вы можете на форуме задать вопрос разработчикам, и они спокойно на это ответят. Это распространенная практика. Но я пробовал, и отвечают, в принципе, за часа 2-3. То есть, если вам что-то срочно нужно, вам ответят. Ну и лицензии позволяют вам писать имейлы напрямую. Из инструментов у нас есть замечательная Visual Studio, но начиная с 2015-й версии. Xamarin Studio. Сейчас вот вышла новая шестая. Xamarin Workbook Inspector и замечательный эмулятор для Android. Кто-нибудь писал под Android? Хорошо. Если вы писали под Android и попытались пользоваться тем эмулятором, который предоставляет компания Google для разработки, вас встречало достаточно много проблем для его запуска. А потом еще то, что старт эмулятора занимает от 10 минут примерно. Он очень медленный, поэтому разработка замедляется в разы. То есть, вы можете как раз поставить проект на компиляцию для того, чтобы посмотреть, как он будет на эмуляторе и пойти пить кофе. Классический сценарий. Я не отдыхаю, оно компилируется. Теперь давайте перейдем к live-демо. С чего хотите начать? С сравнения нативных приложений Xamarin Forms или Native UI или с Workbook Inspector? Workbook Inspector. Замечательно. Workbook у нас поддерживает что? Он представляет из себя просто приложенько, которое предлагает нам... Которое предлагает нам... Которое ничего нам не предлагает пока что. Изначально сейчас поддерживается использование API для Android, iOS и VPF. Я хотел бы показать, как это круто выглядит на Android, но он не заработал. Поэтому я покажу вам на VPF. Есть, кстати, разработчики на VPF? А можно кого-нибудь из вас сюда? Кто смелый? Это не сложно, это не страшно. Давайте поддержим девушку. Прошу. Все очень просто. У нас есть командная строка, в которой мы можем писать либо код, либо какие-то комментарии. Комментарии выглядят так. Мы нажимаем кнопочку и пишем, чем это хорошо и почему это важно. В Workbook можно создавать вики, так сказать, мануалы, которые можно на лету исполнять. Всякие красивости, уровни. Вообще красота замечательная. Напишите что-нибудь на VPF. Что-нибудь простенькое. Давайте что-нибудь девушке предложим. Давай ты объявишь какую-то переменную текстовую. Все очень просто. Просто. Если есть Headhunter и кто-то ищет VPF разработчика, присмотри. Я все-таки экзамен CS обычно и переменяется. Ты имеешь? Просто dotnet-овская стринговая переменная. Все очень просто. Назовем ее STR. Ну или S. Я уже думала, что надо писать именно экзамен код. Не-не-не. Обычный VPF. Или не надо? Нажимаем enter. Ну да, видим. Обалденно. Да. Вот такое случается. В общем, суть в том, что сейчас он создает переменную, но видимо… Слишком много Visual Studio. Слишком много. Да. Проще перезапустить. А зачем закомнить? Потому что не надо. А, заодно мы посмотрим. Замечательную возможность создания. Давайте поддержим ноутбук. Он сегодня старается за всех. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ладно, тогда посмотрим пока… О, стартанул. Ура. Так, мы начинали… С… С… С равно… С… С… Ничего не поменялось. АПЛОДИСМЕНТЫ О, создалось. Отлично. Что мы теперь с этим можем делать? Как видим, у нас есть список тех переменок, которые сейчас в этом угружении доступны. Нас интересует S. Что мы с ним можем сделать? Мы можем узнать ее длину. Не правда ли замечательно? Правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ И он это выведет? А он не только C-sharp, но это, судя по маркеру, может воспринимать? АПЛОДИСМЕНТЫ Да, он много чего может показать. Он может показать plaintext, как это выглядит. Он может показать все свойства этого элемента. Но сейчас нам доступно только… Давайте сделаем что-нибудь сложное. Объяви какой-нибудь список из нного количества элементов. А, или array просто какой-нибудь. Можешь k-value сделать, можешь стринговый, можешь какой хочешь. Мы сейчас немножечко посмотрим, как это работает. Не будем акцентировать на это внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, давайте дадим микрофон, и я… АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Могу по-английски? По-английски? Ну… ну давай по-английски. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 This program is a writer for UVP style, yes? And we probably can run it on new Lumia phones, yes? For quick development by phone. Is we have that possibility? No. We can connect more to another one. We can connect more to another one. You can choose one, three, two. Now, choose one, three, two, three. Now choose one, three, two, three, three. Now choose one, one, three, two, three. Now choose one. Now workbook поддерживает Android, which I haven't started, but they say that they all work. They are working for the VPF. And they plan to support for the iOS. In plans, they have also support API, support workbook, emulation workbooks, Windows and Mac. When you start workbook for Android, it will be opened up this window and it will be opened up the emulator, in which this code will show how it will work. So, they actually start an APK. And they start working on it. Can you do it or not? No, you can do it or not. No, you can do it. In the end. In the end. You can do it? You can do it for the right time. Okay. I thought I did it or not? Yes. You're saying yes. Yes. Yes, yes, here are now. Yes. Yes, I can do it. Yes, I don't know. Не знаю. Эффект присутствует. В общем, суть понятна, что мы на лету можем выполнять код. У нас есть тут маленькая формочка, на которую можно что-то добавить, и сразу будет объект. Но мы сейчас не будем с этим разбираться, потому что я не знаю, что будет происходить. Поэтому мы просто перейдем к обзору инспектора. В общем, у нас есть такой замечательный эмулятор, про который я говорил. Это тот самый эмулятор для Visual Studio. Если кто-то писал под Android, нативный эмулятор… Спасибо вам большое. Вы можете идти. Так, эмуляторы. Поэтому много придумал лайфхаков для работы с эмулятором под Android. Например, Genimotion. Это эмулятор Android под VirtualBox. Он работает в разы быстрее, но вам нужен VirtualBox для этого. Если вы разработаете, допустим, что-нибудь с использованием HyperWear, у меня VirtualBox почему-то с HyperWear вместе работать не хочет. Наверное, потому что они используют одну и ту же акселерацию на уровне железа. Но Xamarin сделали сначала Android Player, эмулятор под Visual Studio, и теперь это просто Visual Studio эмуляторов в Android. Он довольно бодренький, работает адекватно, приложение выглядит примерно так же. У него есть куча настроек, но я думаю, кто разрабатывал под Windows Phone или под VPF, они в принципе должны быть знакомы с подобными вещами. Соответственно, у нас, у меня есть нативное приложение, Sportable Library. Сейчас мы его запустим и посмотрим, как работает инспектор. И скорее всего я отвечу на ваш вопрос. Кто-нибудь разрабатывал под веб что-нибудь? Отлично. То есть вы прекрасно знаете, что такое веб-инспектор для, грубо говоря, Google Chrome или Firebug для Firefox. Замечательно. У нас есть вот такое простенькое приложение. Все, что она делает, она берет из вот этого Text Editor какой-то текст. На кнопочку Generate мы нажимаем. Она берет эту строку, отправляет HTTP запрос на сервер и возвращает какой-то сгенерированный слоган. То есть с точки зрения сервиса для вот этой карказябры лучший слоган на экране. Потом она это все сохраняет в локальной базе данных и потом все слоганы мы можем посмотреть. А, естественно, что мы делаем? Мы запускаем инспектора. Это примерно то же самое окошко, как и для воркбука. А, у меня же есть мышка. У нас есть Property View, но сейчас ничего не выбрано. Love View 3. Здесь мы видим иерархию всех объектов на Activity, до которой мы можем достучаться. И также кнопочку Selection View, которая нам позволяет выбрать любой объект, который находится сейчас на Activity. Допустим, мы хотим кнопочку Generate. Он сразу показал, что у нас есть какой-то Selected View и как он его нашел. И с этим Selected View на лету мы можем что-нибудь сделать. Например, поменять нам в нем текст. Сейчас там текст Generate. А мы напишем что-нибудь, типа, IT Non-Stop. И нажмем Enter. И у нас сразу же поменяется кнопка. Соответственно, если вам нужно что-то отладить, подогнать какой-то экран, выполнить какую-то функцию, вам не нужно перекомпиливать это приложение еще раз и ждать, пока оно задеплоится на эмулятор. Вы можете прямо на лету это все поменять. Что еще мы можем… Тут доступен весь функционал, который доступен из Visual Studio. То есть он может выполнять как линк запроса, анонимные функции. В общем, все, что вы сможете написать, он выполнен прямо на лету, без перекомпиляции. Вы это посмотрите? Вопрос? Ну давайте сразу вопрос. У нас запись просто идет. Если ты что-то можешь сделать из кода, допустим, грубо говоря, тебе нужно поменять что-то в базе данных локальной на устройстве, ты можешь это сделать? Ты это имел в виду? Или вызвать какую-то функцию? Нет, ну вот теперь все равно работает. Смотри, только что мы пошли… Ну, грубо говоря, это как на страничке. Пошли на страничку, инспекнули элемент, изменили там какой-то лейбл ему, поменяли. А если я хочу поменять какой-то там функционал там этой кнопочки, вот она нажалась и произошло там то-то, то мне надо его там изменить в коде, перекомпилировать и запустить заново, либо я могу вот отсюда, прямо с вот этого воркбука, ну, воркбука, вот это все поменять. Посмотрим. Я понял твой вопрос. Сейчас давай сразу посмотрим. Я сейчас вспомню, как оно правильно называется. Так, 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 так. Вот, собственно, у нас есть mainActivity, который описывает наш код. Это нативный, да. У нас есть у кнопки, есть метод клик, логично. Соответственно, идем. У нас выделена эта кнопка. У нас есть клик. Клик. Что мы в клике можем сделать? Мы можем сделать какую-то функцию. Так, ну, допустим, что она будет делать? Давай она будет… Давай она будет показывать какую-то алярму. Хотя может менять текст. Так, я что-то сделаю не так. В общем, в том, если ты сейчас засунешь с него делегат, нажмешь, он заработает. Потом этот делегат ты поменяешь функции и все у тебя будет замечательно. То есть такой функционал тоже поддерживается. Так, ну, с инспектором более-менее понятно или у кого-нибудь еще остались вопросы, предложения, да? Вопрос в том, а вы не знаете, если вы измените какой-то шаблон, или если нам подарят или если нам подарят вариант, допустим, сохранить те изменения, которые мы… ну, как бы шаблон теста, тестовый шаблон, который мы делали. Через инспектор. Или нет? Нео, а нового сэйф, да? И, во-первых, есть open… Сейчас сохранить нельзя. Либо это из-за ошибки. Давай попробуем стереть ошибку. То, что ты сейчас на лету поменяешь, оно не сохранится. Тебе нужно будет пойти в проект и все это поменять. Да. Но вот сейчас не поддерживается. Хотя кнопка сэйф есть. Возможно, в мануале написано, что можно это сделать, как-то этот кейс сохранить, но нельзя. Воркбук, что он… Вообще файл воркбука себя представляет примерно следующее. Сейчас мы его откроем. У нас есть вот такой файлик, я заранее заготовил. Это обычный JSON с какой-то разметкой. Соответственно, тут есть какие-то атрибуты, которые позволяют ему понять, что является кодом, а что является не кодом. По идее, по идее, мы можем этот код просто сохранить в таком виде, а потом, ну, получается порядок действий немножечко другой. В общем, это костыль будет. Так, теперь посмотрим разницу нативного кода и не нативного. Если есть вопросы какие-то по ходу возникают, вы не стесняетесь совершенно. Либо вы хотите что-то прямо на лету попробовать, сейчас есть такая возможность. Что, начнем сначала или просто полазим по проектам? Вам никто не хочет выходить на сцену и пробовать, понятно. Я вас понял. Так, ну давайте сравним. У меня есть нативное приложение, которое я написал специально для этого на андроиде. Я потратил на это кучу времени, потому что на андроиде я раньше не писал, но тем не менее. Оно делает то, что я объяснил. Сейчас посмотрим, как оно выглядит. И с какой скоростью оно будет работать и сколько оно весит. Чтобы сравнить все параметры, про которые я говорил в презентации с косморением. Вот это приложение. Это нативное приложение. Там совершенно стандартный стиль стоит. Все то же самое. Если мы наберем, генерируем. Ну сказал, что сохранил. Отлично. Теперь посмотрим историю. Все, собственно, работает. Давайте посмотрим, сколько это весит. весит это, как видно на слайде, 3 400 килобайт. Самарин форумс. Как я говорил, я делал это на portable library class. Мы выделили отдельный проект. В этот проект я засунул модель с аннотациями для формирования для формирования таблицы во внутренней базе данных, в которой у нас есть. ID-шник, который автоинкрементируется, является ключом. Есть какая-то заготовка, текст от которого генерируется у нас слоган. И соответственно, сам текст слогана. В референсах по newget я добавлял SQLite.net, этот готовый плагин для работы с внутренней базой данных. С ним, кстати, был один небольшой подводный камень. Если мы сейчас зайдем в newget и попытаемся набрать по исковике то, что предлагается в мануале по работе с ним. Да, новый иск. SQLite. Мы можем увидеть, что вариантов-то масса. И 1, и 1.01, и 3.12, и все что угодно. А в мануале написана вторая версия. Ну, мануалы, понятное дело, устаревают, но порой это доставляет проблемы. Суть в том, что эта библиотека была той же версией, что и библиотека, которую мы подключаем в референсах вот сюда вот. В проект для Android и iOS. Кроме модели, мы сюда еще засунули сервисы для обработки HTTP запроса, который использует стандартную библиотеку систему .NET HTTP. Кто разрабатывал на андроиде, тот с ней знаком. И просто парсит этот текст. Это, конечно, не самый правильный способ, но он быстро позволит разработать приложение. И шаблон класса, который нам позволяет создать какой-то сиденье к базе данных и сохранить. Сохранить его и запросить все сохраненные данные из базы. Какой здесь подводный камень был? Есть такая функция create database. Если мы пишем на Xamarin.Form, мы рассчитываем на то, что в нативный код нам лезть не придется. Но чтобы он заработал, нам нужно понять, где эта база данных хранится, чтобы она туда записывалась. Поэтому нам приходится делать переопределение этого метода в нативном коде. Выглядит это примерно вот так. Это не очевидно. В мануале написано по-другому, потому что библиотеки меняются. Например, в мануале есть SQLiteConnection, в котором принимается только path. Понятное дело, что если у вас есть опыт написания .NET, и вы умеете пользоваться подсказками, которые у вас вываливаются в вариантах конструктора, то проблем у вас не возникнет. Но возникнут дополнительные вопросы, а в чем разница? И в нативном коде больше ничего не пришлось сделать. Потом мы, либо используя Xamarin.Redactor, описали нужный нам интерфейс, либо воспользовались дизайнером, который тут есть. Но дизайнер довольно бестолковый. Сейчас мы его и посмотрим. И так же, как обычно для VPF, в CS-нике у нас описано, как это все работает. Единственное, тут плохо работает то, что, например, этот элемент с ID-сником, он есть, но он не определяется. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот так вот выглядит простенько. Единственное, я заменил image button на обычный button, который внизу. Это Xamarin.Form. Соответственно, на IOS она будет выглядеть примерно так же, только с учетом того, что это IOS. Набираем также текст какой-нибудь и говорим, дай мне слоган. Выполнился незначительно, но дольше. Давайте посмотрим, сколько это весит. Но весит это уже в два раза больше. Это с учетом того, что у нас всего две формы, две активити, у нас совершенно минимум необходимые всего два класса для работы с бизнес-логикой. Соответственно, уже вступаем. View history также работает и работает немножечко по-другому. Хотя элементы все те же. И теперь посмотрим нативный код. С нативным кодом немножечко сложнее. У нас, конечно, также есть SQLite.net, поэтому особо нужно не задумываться. У нас также выделена HTTP библиотека, работа для запросов. Также у нас выделена отдельная модель, которую мы используем. Но теперь мы описываем activity нативным кодом. Что сделали Xamarin? Они сделали такую обертку над Java-библиотеками Android, чтобы эти Java-библиотеки выглядели как .NET-библиотеки. Там методы написаны в .NET-овском стиле и все примерно то же самое. Но ключевое слово «примерно». Например, если мы посмотрим дизайнер, и посмотрим дизайнер в Android-студии. Если какие-то вопросы возникают, у нас сейчас есть возможность ответить на них, пока все грузится. У них лицензия зависит не от… У них лицензия зависит, насколько я знаю, от количества людей, участвующих в разработке одновременно, и времени жизни приложения. Реальная версия, собранная под Android, по-моему, живет сутки. Потом она не стартует. Ты на самом старте твоей презентации был шарит проект. И там было, что можно до всех API, однако и доступ, референсы копированы. Копиеваны, так? Копиеваны, так? Копиеваны, так? Копиеваны, так? Копиеваны, так? Интересный вопрос. Если я правильно понял, ты имеешь в виду, что… For example, one view code, and we're running in Android, in EOS, in Windows, without changing. Can we do that? Вот ксамарин форумс это позволяет делать. Но есть все-таки куски нативного кода, который приходится вставлять, чтобы это заработало. Вот, например, как я проект на ксамарин форумс показал, пришлось написать, переопределить метод, который получал адрес к базе данных. Просто потому, что в разных платформах база данных хранится в разных местах. Например, по view. Сколько этого кода разницы, разницы в таком коду? Разница? Вот forms project. У нас весь код в одном общем проекте. Его пишешь один раз, он общий для всех. То есть в андроиде есть, да, есть main activity, в которой ты, если нужно, что-то переделаешь. Но тут пусто. Тут говорится, что она запускает ксамарин форумс. Здесь можно что-то дописать, если ты делаешь какой-то кастомный элемент. Есть люди, которые совмещают, если нужно сделать какой-то сложный UI, но они при этом хотят сохранить легковесность, легкость использования в ксамарин форумах, они используют смешанный подход. Они пишут какие-то лейауты на ксамарин форумсах, а какие-то они пишут на нативном коде. Плюс ксамарин форумс позволяет нам кастомизировать какие-то элементы, создавать свои вьюхи и подобное. И нативный код нам позволяет это делать. Но это все странно делается. Не без проблем. Поэтому, как бы и говорится, что ксамарин – это технология, которую позволяют себе люди, которые готовы вкладывать в нее деньги. Если ты как компания собираешься писать много приложений, однотипных, примерно одинаковых функционалов, ты можешь вложиться в написание одного компонента, который ты потом будешь использовать во всех проектах. Соответственно, один раз вложиться в кастомизацию, это будет потом проще. Так, у нас пока запустился. Ты хотел задать вопрос еще? Давай сразу ответим, а то мы потом забудем. Я просто не увидел… В ксамарин форумс мы биндинг можем использовать? Как там с паттерном? Есть библиотека MVVM Cross, которую мы можем использовать. Я думаю, если кто-то работал с VPF, он знает ее. А если мы уже кастомизируем какие-то вьюхи и так далее, там мы с каким… Можем с MVVM работать или там уже что-то мы выдумываем? MVVM – это подход. Ты его реализуешь, он будет работать. Из коробки я его не нашел. Но вроде, говорит, есть. Я не сталкивался с этим, но само вроде позволяет. То есть даже если мы кастомизируем какие-то вьюхи Android или iOS, мы тоже можем там биндинг уже потом использовать? Прикрутить? Я думаю, да. Там вот еще вопрос. Можно английскую? Ну давай попробуй сначала. Сейчас я расскажу про это. К Самарин Форумса мы сейчас посмотрели. То, что проект простенький увеличился в два раза по размеру. Если бы у нас была гораздо более сложная логика или какой-то более сложный UI, мы бы даже заметили значительные изменения в скорости работы приложения. Сейчас это было неощутимо, но я вам скажу, я очень долго их гонял. Там есть где-то задержка в полсекунды где-то так. Ну в общем, если придираться и присматриваться, то можно заметить. Редактор тут совершенно бестолковый, если честно, потому что у нас что тут есть? У нас все свалено в кучу. И оно отличается по названиям с Android свойств. Все, сейчас в конце я подытожу, и мы вернемся к этому вопросу. Ну нативное давайте запустим. Я вам покажу, сколько нативное будет весить и как оно будет выглядеть. Ну нативная темная тема у меня получилась. Все точно так же. Скорость примерно такая же. Давайте посмотрим, сколько она весит. Так, это у нас нативная. И весит она на… А нативная в два раза больше. А, формы столько же весит, а нативная в два раза больше получилась. Вот так. Давайте теперь подведем итог того, что мы посмотрели. Ну нативный получился в два раза больше, но это потому, что у нас мало бизнес-логики. Ксамарин стоит использовать, когда у вас очень сложная бизнес-логика, которую вот тогда это дешевле вынести в отдельный класс, в отдельный проект, который позволит вам его расшарить. Тогда вы получите выигрыш в разработке. Если у вас есть такое простенькое приложение, как вот это, вам дешевле нанять двух разработчиков, которые быстро его напишут, оно будет выглядеть гораздо лучше. По производительности. Очень многие жалуются, что Ксамарин очень жрет много памяти и то, что он не очень быстро работает из-за этого. Я думаю, что это нужно рассматривать в контексте каждого отдельного приложения, потому что там зависит от того, какая именно бизнес-логика делается. Всегда можно что-то соптимизировать. Вопрос стоимости. Еще вопрос? Если сравнивать Android сдаешь, какая разница будет в размерах, скорости? Ну, этот проект маленький, поэтому получилось два раза. А так в среднем проект на Ксамарине он больше по размерам. Процентов на 10 точно, а там нужно смотреть. Зависит от количества бизнес-логики и количества логики на UI. Тут еще один момент есть. Тут еще есть какой-то момент. Вы можете разрабатывать на Маке, на Ксамарин студии, но вам нужно всегда поддерживать актуальные версии Ксамарин фреймворка в этих студиях, потому что если вы начали писать проект и скомпилили его на Visual Studio под Windows, у вас могут возникнуть проблемы, если вы начнете под Маком это делать. А, Visual Studio, кстати, позволяет удаленно компилировать через Мак приложение. То есть эту проблему можно обойти. Немного добавлю. В случае, если использовать Ксамарин студия под Мак, еще есть превьюшка к замолкода на Маке. То есть это они обещают внедрить в ближайшее время на Windows, потому что сейчас через неделю подсказывают. Идея в чем? Сейчас, чтобы посмотреть тот код, который мы написали, мы должны скомпилировать приложение, оно запускается достаточно долго. То есть процесс долгий. Но… Это возникает из-за того, что, насколько я знаю, в iOS оно не маркетная разметка идет, а декларативная. Именно поэтому возникает такая проблема. Ну ведь идея в том, что теперь это будет еще удобнее. Сейчас проблема какая? Буквально вот месяц назад, когда начинал готовиться к докладу, если вот сейчас посмотреть на разметку… О, оно опять появилось. Обалдеть. Короче, когда у нас был дизайнер, внизу была вкладка переключения дизайнер-сорс. Она иногда пропадает. Это вот веселуха с Visual Studio. Она из-за того, что Xamarin довольно часто обновляется, может происходить какие-то неадекватные вещи. Еще какие-нибудь вопросы, предложения, комментарии? Девушка. Скажите, пожалуйста, есть ли еще какие-то преимущества использования Xamarin по сравнению с нативным кодом? Кроме того, что вот, допустим, ты не переходишь с привычного C-sharp на какой-то другой язык. Ну, во-первых, это да. Если вы знаете C-sharp, то вам проще написать на Xamarin, чем разбираться с андроидом. Это я по собственному опыту могу вам сказать. Это раз. Во-вторых, если у вас много бизнес-логики, это выгоднее. Потому что… И вы не можете ее вынести в какой-то REST-сервис. Третий момент, который… Какой-то третий момент был. Сейчас я вспомню. А, вы можете быстро накидать какое-то демо, какое-то приложение, и это позволит вам показать заказчику, что вы можете сделать. Для быстрого прототипирования приложения Xamarin очень полезен, потому что вы можете прийти к заказчику сразу с макетами трех приложений, написанных очень быстро на коленке. Это удобно. А там, как вы его будете переписывать, это уже будет ваша проблема. Скорость разработки, она быстрее, но если вы хотите сделать качественно, красиво, и чтобы оно работало как нативное, вам придется вложить в это время деньги и знания. Есть, можно посмотреть на сайте Xamarin, какие именно программы. Ну, на самом деле, Xamarin используется, например, для банковских приложений, когда нужно сделать какую-то сложную систему, сложную бизнес-логику. Давайте посмотрим, что они говорят, что они… Я могу сказать, что в рамках data-арта точно есть несколько проектов, написанных на Xamarin. Это точно. Ну, допустим, Medias, то, что обычно. Sennheiser, Cinemax, Stories. Ну, это что-то специализированное. Ну, пожалуйста, что-то по типу расписания. Мне кажется, что альфа-банковское приложение еще написано Xamarin. Уж больно похоже, но я не могу точно сказать. Окей, дяка. Давайте, у нас еще две минутки. Я успею ответить еще на какие-нибудь вопросы. Интересно. Ух ты. Сейчас главное не краснеет. У меня вопрос по поводу, если вы когда-либо или кто-либо здесь разрабатывал библиотеки под iOS, вы знаете, что нужно сделать как бы универсальную библиотеку построением объединения библиотеки под девайс и под симулятор. То есть там нужно делать такой костыль с помощью вот такого вот скрипта. Это все делается. Вопрос по поводу, какие костыли нужно, если вы разрабатываете на Xamarin, потому что по-любому что-то будет не так. И какие наиболее распространенные костыли? Отвечаю на твой вопрос. Во-первых, это вечная проблема эмуляторов. То, что иногда на эмуляторе приложение работает быстрее либо медленнее, но немножечко не так, как на устройстве. От этого никуда нельзя уйти, потому что это все-таки эмулятор, и тестировать на устройстве всегда надо. Я программировал на одном из хакатонов с моим коллегой Константином Марсом. Он, кстати, написал по этому поводу статью. Ее можно найти, как мы это писали. Я совершенно спокойно подключил телефон и без всяких костылей задеплоил приложение на телефон. Это первый раз. Второй раз у меня так не получилось. То есть, но это из-за того, что я очень много ставлю альфа-версии. То есть я стараюсь следить за разработкой. А так сильно больших костылей, чтобы прям писать какие-то скрипты, для этого я не сталкивался. Тут опять упираются в то, что если у тебя есть какой-то код, который у тебя ориентирован на какую-то платформу, у тебя начинаются проблемы. Это слабое место Ксамарина. Соответственно, чем меньше таких мест, тем Ксамарин удобнее. Еще такой вопрос. А с версионностью самих систем, как Ксамарин ведет себя? Смотри, сейчас пока… Когда я показывал… Когда я показывал… Так, нет, я не хочу снова его комплинировать. У нас есть указано 4.4 Android. В настройках, в манифесте, в настройках проекта можно указать, под какую версию ты пишешь. Ну, если ты пишешь под Android, ты указываешь минимальную версию. Под iOS я не знаю, но скорее всего точно так же. С синтез фоном еще все проще. Там либо 7, либо 7.5, либо 8, 8.1, либо 10. Все это указывается в настройках при компиляции. И все. Манифест. Все. Спасибо всем за внимание. Очень благодарна публика. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...